Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов лидируют в конкурсе «Свадьба на миллион». Марина Африкантова и Роман Капаклы теперь занимают почетное второе место! Лиза Триандефелиди, Мэри Кулешова и Арай Чабаняна интересуются, как отнесутся зрители к новости о возвращении их банды на Дом 2. Алексей Кудряшов потерял себя в отношениях с Настей Болинской. Его эгоистичная натура не позволяет любить кого-то больше, чем себя и жить по чьим-то правилам. Кудряшов хочет найти ту, кого он будет вести, а не быть ведомым. У Димы Дмитренко и Ольги Рапунцель все хорошо. Молодые родители гуляют с дочкой и любят друг друга. Юлия Ефременкова жалуется на сейшельскую погоду. Уже 10 дней идут тропические дожди. В ТНТ-клаб в голосовании «Верни» участника лидирует Руслана Мишина. На втором месте Тимур Гархуддинов. Интересная новость с сайта шлок. Алена Савкина рассказала, что на поляне сейчас весеннее обострение. Мужчины сходят с ума по отношению к своим женщинам. Ну а у них с Яббаровым все хорошо. Ребята любят друг друга, прислушиваются и поддерживают. Друзья пожалуйста оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Персона Ольги Бузовой является крайне неоднозначной. Если европейская часть России нормально относится к ее внешнему виду и песням, то кавказское направление с огромным опасением встречает московскую звезду, которая несет в молодежи неправильные ценности. Сегодня стало известно о том, что запланированный концерт Ольги во Владикавказе может быть отменен. Политический деятель Северной Осетии обратился к своим подписчикам в инстаграм с просьбой поддержать запрет концерта Бузовой на родной земле. По мнению мужчины, Ольга развращает молодых осетинок своим откровенным внешним видом и смыслом песен, которые пропагандируют разврат. Вот только фанаты реалити-шоу Дом-2 поспешили заметить, что Оля является медийной персоной и ее показывают по федеральным каналам, а билеты на ее концерт люди покупают по собственному желанию и никого туда силком не тащат. Бывший участник Иван Барзиков пока не нашел ту самую, с кем захотелось бы остепениться и создать семью. Осуждения он не боится, плевать кто и что о нем думает. Свою жизнь он хочет прожить по своим правилам. Ни для кого не секрет, что в последнее время на телепроекте Дом-2 разбираются темы, высосанные из пальца, интриги, провокации со стороны участников, которые совершенно ничего не делают и тем более не строят отношения, изрядно надоели зрителям, а с недавних пор и телеведущим. На ток-шоу «Остров любви» в городских квартирах Дом-2 очередной раз разбиралась тема провокаций со стороны Артема Сороки. В какой-то момент Ольга Орлова не вытерпела и удалилась из студии со словами, что ей стыдно. Андрей Черкасов, который работал в паре с Ольгой, поспешил последовать за ней, чтобы успокоить и вернуть. Молодой человек попытался найти компромисс, который устраивал бы всех. В частности, как один из вариантов, было предложено сменить половину состава участников, которые зажрались. Экс-участник телепроекта Дом-2 Саймон Морданшин, который покинул периметр всего пару недель назад, отлично обосновался за периметром. Имея популярность, он посещает различные телевизионные шоу и дает интервью. На днях стало известно, что Саймон побывал на съемках телешоу с крутыми блогерами. Стоит отметить, что с недавних пор Саймон занимается работой фитнес-тренера. Сегодня Алексей Купин написал в социальной сети прощальный пост, адресованный Майей Донцовой. Молодой человек заявил, что его отношения с этой девушкой подошли к концу и он ставит жирную точку в этом романе, который долгое время не давал ему спокойно жить. Напомню, что после возвращения на поляну Леша не удосужился даже извиниться перед своей избранницей. Роман Капаклы признал свою ошибку и был прощен, а вот Леша пытается казаться сильным и уверенным в себе мужчиной, хотя проблема могла бы решиться довольно быстро. Майя Донцова сообщила, что была готова простить, если бы Купин просто извинился. Вот только молодой человек посчитал нужным искать оправдание, заявив, что ему не удалось купить билеты, вместо того, чтобы признать ошибку и начать подготовку к свадьбе. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! и обязательно поделитесь в подк really верхней стене.